Эй-й-й-о, друзья! Я создал свою карту для CS GO. И предупреждаю вас сразу, этот ролик будет безумно интересный. Так как, во-первых, я расскажу, как создать свою карту для CS GO. То есть, да, для настоящей версии CS и Steam. Как её туда загрузить, это очень просто. Да и вообще расскажу, возможно ли заработать деньги на создании карт для игры CS GO. И да, вот это статистика YouTube, присмотритесь. Большинство людей просто смотрят мои ролики и не подписываются. И я, кстати, не понимаю почему, ведь самые умные CS-еры давно уже подписаны. Давай, парень, дерзай. Ну и я просто не вижу смысла просить у вас уже лайки, потому что вы у меня и так самые лучшие. Понравился ролик, можешь влепить лайк, можешь не влепить, как хочешь. Ну а я вам желаю приятного просмотра. Для начала разберём, как же делается карта. Это на самом деле не так уж и сложно, нужна всего лишь одна программа. Её можно найти в Steam, называется Counter-Strike SDK. И у вас открывается целое полотно для создания карт. Там вы можете экспериментировать, делать всё, что угодно и делать макет для вашей карты. И что самое сложное и самое главное, это придумать годный макет для карты. То есть перед тем, как начать что-то создавать, вам нужна идея. Ну и все профессионалы, либо же любители в создании карт для CS GO сначала рисуют на бумаге. То есть примерно определяют, где будет планет А, где будет планет Б, где будет КТ-спам, где будет Т-спам. Рисуют разные проходы на бумаге, экспериментируют, как будет лучше. Ну и понятное дело, что для этого, конечно же, нужен талант и какое-то воображение иметь. И сразу всё это представлять в игре. То есть вы нарисовали проход, и вам нужно сразу представить, как он будет выглядеть на вашей карте. Да и вообще, для чего его нужно будет использовать. Ну а если же вы создаете карту, допустим, 1 на 1, либо же 2 на 2, в общем-то карта будет поменьше. Ну и если 1 на 1, то вам всё равно нужно продумать, где будут блоки, как она будет выглядеть. И чем ваши карты будут отличаться от таких же других карт в мастерской. Как выделиться, чтобы вашу карту заметили. Это самый сложный процесс. Нарисовать на бумаге. Ну и как делают многие профессионалы. Они берут уже готовые карты, которые уже есть в CS GO, и смотрят на эту карту. Сколько там проходов на А-пленд, сколько проходов на Б-пленд. Как это нужно всё правильно сделать, чтобы людям понравилось. Ведь карты, которые уже есть в CS GO, они прошли модерацию, они прошли уже проверку игроками. И они уже реально такие популярные. И поэтому можно проанализировать и вычислить, что нравится людям. Как сделать такую карту, чтобы она всем зашла и в неё постоянно играли. И до самого конца непонятно, почему карта Мираж нравится многим, или там карта The Cash. А допустим, на карте Вертигу играют намного меньше. И поэтому этот процесс может занять аж неделю. Создание макета карты. Ну а вообще, сколько уходит времени на создание профессиональных карт, таких как Кэш, Мираж и других. На самом деле, нет точного ответа, ведь карту можно сдать и за неделю, и за год. Но вообще, самые популярные карты в CS GO создавались примерно один год. И да, это очень долго, ведь вы не знаете, добавит ли вашу карту в Steam, либо же нет. Но да, с этого можно очень даже неплохо зарабатывать. Позже я скажу даже цифры. Друзья, ну а если вам лень создавать карты, но вы также хотите поднять немного скинов, то, блин, я вам реально советую CS GO RUN. Вы, наверное, уже просто все про него слышали, все его знают. И я его полнил счет на 200 долларов. Сейчас получим за них скины. Так, давайте выберем какие-то такие средние скины по стоимости. Вот пару ножей. Этот, этот. Вот, все. Нажимаем подтвердить. У нас появляются два ножика. И на 60 долларов мы еще закупим совсем дешевых скинов. И подтверждаем. Все. Мы закупили себе в инвентарь много классных скинов. И теперь начнем с них подниматься просто. Я не буду сильно рисковать. Я на 1.25 выведу. Все. Я поднял немножечко. Мне хватит. Я не сильно хочу зажираться. Потому что я не сильно люблю рисковать. Вон, ребята, конечно, которые рискуют. Вот, смотрите, чувак поставил FAMAS за 15. А получил калаш за 30. Чувак, это вообще очень классно. 11 таких скинов мог уже получить. Вы понимаете? Это очень легко на самом-то деле. И давайте сейчас во второй каточке я тоже постараюсь подняться. Блин, смотрите, X60, друзья. X60. Это очень много. Я не хочу тоже сильно рисковать. 1.25, все. Я вывожу. Блин, вообще изи. Мне это нравится. Вообще класс. Тупо апгрейд моих скинов дешевых. Наверное, такие более дорогие. Все, мне пофиг. Я хочу X2. Хотя ладно, все, не рискую. Все. Не рискую. Я не знаю, что сейчас будет. Мне очень стрёмно, друзья. Мне очень стрёмно. Это жесть. Три топовых скина. Все. О, друзья, офигеть. Офигеть. Смотрите. Было 135, стало 180. Конечно, это не какой-то крутой нож. Но я могу это же тут обменять на какие-то скины. Лучше, конечно, не рисковать. Вот сейчас мне абсолютно все равно уже. Я уже нормально так поднял. Я могу сейчас уже рисковать. Поэтому давайте посмотрим. Давайте. Там 2. Все на 2. Оно все само. Да, все. Продалось на 2. Так что вот так вот. И снова же. Видите? На 2.0. Мне было все равно. Я решил рискнуть. И получилось. А по промокоду AlexShowTop вы получите очень приятный бонус. Ищите ссылку на этот промокод в описании. Итак, вы создали карту. Вы там все разобрались в программе. Нарисовали макет. Но что же нужно для того, чтобы ее добавили в Steam? Точнее, в CSGO. Это тоже не так-то и просто. Вам нужно, да, сначала загрузить ее, конечно же, в мастерскую. И тут начинается самое-самое сложное. Ее даже мало пропиарить будет. То есть вы заказали там у кого-то рекламу. Либо же просто вам повезло и ваша карта поднялась в топ. Этого все равно очень мало. Во-первых, если компания Valve заметит вашу карту, она ее сразу в CSGO не добавит. Будет сначала проверяться качество вашей карты. Как она сделана, как она продумана. Второе, будет проверяться, конечно же, спрос в мастерской. Как сильно вашу карту лайкают, как сильно вашу карту комментируют. Не накрученные ли это комментарии, настоящие ли они. То есть это все будет максимально проверяться. И последнее, наверное, самое важное. Будет проверяться геймплей на вашей карте. То есть нет ли дисбаланса на вашей карте. Затягивает ли игра на ней, удобно ли на ней играть. И спрос вашей карты также будет проверяться. То есть не надоест ли она людям там за одну неделю. И будут ли они продолжать в нее играть постоянно. Как это происходит сейчас с самыми популярными картами. Там Dust, Mirage, Cash. И теперь, наверное, самое интересное в этом ролике. Сколько вы будете зарабатывать, если все-таки компания Valve добавит вашу карту. Но смотрите, друзья. Компания Valve сначала не добавит вашу карту просто в игру. Ваша карта выйдет с новой операцией. Таким образом, они тестируют вашу карту. Они дают возможность поиграть большому количеству людей. Проверить, насколько часто люди возвращаются на вашу карту. Да и вообще, во время такого теста находятся разные трюки, разные баги, разные раскидки. Возможно, даже такие подсадки, которые немножко запрещены. То есть они не совсем честные. То, что было, допустим, на карте The Overpass, и потом компания Valve это пофиксила. Ну да, как-то они очень поздно заметили этот баг на карте The Overpass. Кстати, лайк, если помнишь. И вот, в общем-то, вы уже почти у финала. Ваша карта в игре. Ее компания Valve добавила уже в операцию. И она уже, грубо говоря, тестируется в самой игре. Но, возможно, ее, конечно, еще и не добавят в сам CS GO после операции. Но все равно вы уже заработаете неплохие деньги. Ну и компания Valve платит за вашу карту, если ее добавят в операцию, приблизительно от 40 до 70 тысяч долларов. Разным разработчикам карт, в разное время, в разные операции, по-разному. Но приблизительно эти цифры. И я вам скажу, что это даже неплохо. Потому что потом вашу карту могут снова добавить в операцию, уже в следующем году. Ну, либо же в следующей операции. Ну, а если вам безумно повезет, если ваша карта станет безумно популярной, она всем понравится, то ее добавят в CS GO. Либо же сначала там в режим 2 на 2, либо же в режим сначала в матчмейкинг, в котором нет званий. А только уже в самом конце ее добавят, конечно же, в матчмейкинг. И да, все это время вам будут платить такие же неплохие деньги. Но если она каким-то чудом попадет в матчмейкинг, то возможно такое, что компания Valve вам предложит выкупить эту карту. Что и случилось с картой Demirage. И на самом-то деле, очень мало разработчиков, у которых купили карта компания Valve. И они просто не сознаются, какие там у них были цифры, сколько им заплатили. Но лично я предполагаю, что это очень большие деньги. Если они берут в аренду карту примерно от 40 до 70 тысяч долларов, то купить эту карту они могут даже там за полмиллиона долларов. То есть да, вы полностью отдаете права своей карте компании Valve. Да и на самом деле полмиллиона это такая цифра, примерно. Потому что это может быть и миллион долларов, или два миллиона долларов. Это уже как вы договоритесь с компанией Valve. Как ваша карта вообще понравится людям. Если это будет прям какой-то взрыв, это будет фурор просто, то конечно же ее возьму дороже. А если просто вот такая хорошая, нормальная карта популярная, то примерно эти цифры, конечно же, будут верны. Но не нужно расстраиваться, друзья. Ну а если она вообще никуда не попадет, но будет висеть в топе в мастерской, то вас все равно заметят. А именно, нужны разработчики карт для разных проектов, для разных там серверов. Нужны какие-то все-таки уникальные карты. И примерно за одну карту вы сможете получать от 5 до 35 тысяч рублей. И да, я скажу вам все равно, это не очень таки мало. И сейчас я вам покажу свою карту. Она, конечно, далеко не супер крутая. Но я ее сделал для игры один на один. То есть нет, это небольшая карта 5 на 5, это просто такая небольшая карта один на один. И там есть очень классная пасхалка. Все, кто заметит пасхалку, обязательно напишите в комментариях, даже дам небольшую подсказку, откуда я взял эту карту. Ведь она уже существует в другой игре. Итак, как же зайти на мою карту? Конечно же, ссылку я дам на скачивание. Возможно, сейчас даже добавим ее в Steam. Зайти очень просто. Пишем map. Alex map. Все. Очень просто. И загружается наша карта. И смотрим, вот такая карта. В принципе, здесь, на версию, которую вы скачаете, здесь будет написано подпишись. Тут будет Alex Show. Я сейчас вам покажу. Это сейчас все делается. Специально для моих подписчиков. Но именно эта карта будет загружена именно в мастерскую. Потому что, ну, возможно, кому-то она понравится. Кто-то будет на ней играть один на один. И смотрите. Тут вы спаунитесь. Там спаунится ваш противник. И вы начинаете просто так играть. И на самом-то деле, эту карту я не придумывал, друзья. Это уже существующая карта из одной игры. И на самом-то деле, я думаю, многие уже знают, что это за игра. Потому что эта карта очень популярная в той игре, я так думаю. И смотрите. Тут можно, в принципе, играть на любых оружиях. Здесь такой маленький дом. Вот такой вот. Но нету супер таких укрытий. Поэтому эта карта сделана один на один. И ладно. Я думаю, вы уже написали в комментариях, что это за игра. Многие уже угадали. Да, это карта из игры Standoff 2. Я так подумал, в принципе, почему если Standoff 2 копируют CSGO, почему бы не скопировать Standoff 2 в CSGO? Это прикольная была идея, на самом-то деле. И я думаю, сейчас вы видели кадры, как это все создавалось, как эта игра делалась. И вот так вот она сделана. В принципе, ее было сделать очень даже легко, потому что был макет карты. Да, и в принципе, именно на этой карте ничего сложного нет. Просто добавить блоков, построить такой дом и все. И в принципе, карта готова. И просто нужно было перенести некоторые файлы именно в CSGO. И все. Именно файлы карты. И запускаем. И вот так вот готово. В принципе, все очень просто. Карта очень такая маленькая. Но зато один на один на ней очень даже прикольно играть. И кстати, друзья, не забывайте, что у меня есть новый канал по игре Standoff 2. В честь этого я и сделал эту карту. Именно там я записываю ролики прикольные по Standoff 2. Если вы тоже играли, либо же знаете, что это за игра, можете подписаться на мой новый канал. Там очень много будет классных видео. И я всего лишь сделал один пост в сообществе. А вы уже сделали колоссальную активность под одним видео. Да, там всего лишь одно видео. Поэтому мне кажется, что очень многим людям нравится эта игра. Но не подумайте, на канале по CSGO будет выходить столько же роликов. Вот такой вот ролик у меня получился. И я надеюсь, что он вам был полезен. Ну и не поскупись на лайк, если ты хоть что-то узнал нового. Мне будет безумно приятно делать еще круче ролики. И я думаю, все знают про мою мечту. Это 1 миллион подписчиков. Пожалуйста, друг. Если ты еще не подписан, то помоги мне. Подпишись. Ну а слева ты можешь посмотреть просто безумно интересный ролик с моего канала. Он про китайскую версию CSGO. И ей пришел конец. Обязательно его посмотри. Ну а я желаю всем удачи. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok